Дмитрий Хлебас 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 Ну, с очком у Винчим форвардом. Футболист такого плана, техничный, легкий, быстрый, они всегда и везде были в цене. Я надеюсь, что в свое время Рыбалка прошел такой путь по арендам, по всему вернулся уже таким матерым, если можно так выразиться. Хлюбас, если у него хватит футбольного характера, он обязан возвращаться в Динамо и обязан отвоевывать эти позиции. Иначе, ну, быть игроком Киевского Динамо и ходить постоянно по арендам и говорить, что я достоин лучшего, это одно. А когда ты вернулся туда и там уже заиграл. Есть Буяльский, в конце концов, да, который, ну, много футболистов, которые заиграли молодые в Динамо. То есть там тоже смотрят за своими воспитанниками. Поэтому есть все шансы. Я ему хотел бы пожелать все-таки вернуться и заиграть в Динамо. Ну, а потом уже про сборную мы будем думать. Ну, я просто говорю про такого типа нападников, в принципе, знаете, не то, что это, безусловно, может быть хлюбас. Это не такой классический центральный нападающий. Это такая, знаете, какая-то... Псевдодевятка или как десятка, я не могу понять, что это такое. А теперь давайте послушаем, что говорили после игры участников этого матча. Команду соперника мы разобрали, знали, что играет силовый футбол, знали, что играет за счет длинных передач. И, конечно, в этом компоненте, в подборе мяча мы проиграли. Во втором тайме перестроились, больше начали накрывать команду на половине поля соперника, начали меньше давать пространство им. И за счет этого, я считаю, что выровняли игру. Первая игра, немножко, может, какой-то неуверенность, хотелось до конца довести, выиграть игру эту. Ну, опять же, забей пару моментов в мяч, ребята, наверное, раскрепостились и показывали более качественный футбол. Снутри четыре игрока новые в команде, еще нам надо время, несколько игр, чтобы мы полностью уже связывали игру и друг друга понимали полностью. С этой минуты надо забить этот матч, потому что у нас очень важная игра на Лиге Европы. И мы полностью будем концентрироваться. Это очень важная, это наша задача, она главная цель. Я думаю, что нам по силам, чтобы пройти этот этап и зайти в игру. Ну что ж, побеждаем в Орсклі, так же успешного выступа в Еврокубках, потому что для нас важно, чтобы наши команды каком-то дольше заходили. И, снова же таки, потенциал Орскли и квалификации техфутболистов, которые там играют, которые прошли уже, много из них прошли уже Лигу Европы, и групповый раунд для них это будет достаточно интересно и достаточно яскраво. Поэтому мы очень с такой уверенностью и надеждой надеемся на команду Василия Сачка, как раз у квалификации Лиги Европы, возможно, даже и дальше в групповом раунде.